События, которого ждали не одно десятилетие. Первые автомобили по мосту через реку Пур проедут уже завтра. Пьяный за рулем преступник. С начала года в 39 авариях более 50 человек получили травмы, 9 погибли. Собираетесь в поход в лес? Обязательно предупредите спасателей и возьмите с собой набор путешественника. Здравствуйте. Теперь об этих и других событиях расскажем более подробно. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы за последние сутки в 10 муниципалитетах округа. По данным регионального оперштаба на Ямале получено 162 положительных теста на COVID-19. 19 рабочих заболели в вахтовых поселках, еще 143 человека в муниципалитетах округа. Лидерство в антирейтинге по количеству заболевших удерживают Лабытнанге 25 новых случаев, в Ноябрьске 24, в Муравленко за сутки 22 новых случая, в Надыме 21, в Новом Уренгое 15, в остальных муниципалитетах Ямала зарегистрировано менее 10 новых случаев. Всего на Ямале госпитализировано 811 пациентов, 18 находятся в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом. Выздоровели за сутки 23 человека. Стремительное распространение коронавирусной инфекции и рост простудных заболеваний увеличил нагрузку на медперсонал городской больницы в разы. Врачи едва справляются с возросшим потоком больных. В связи с этим оказание плановой медицинской помощи Муравленко сокращается. Преимущественно она будет оказываться по предварительной записи на дому. Врачи детской и взрослой поликлиник, женской консультации и стоматологии временно перешли на прием пациентов только в экстренных и неотложных случаях. В полном объеме будет оказываться помощь онкологическим пациентам, пациентам с эндокринологической патологией и сердечно-сосудистой патологией. То есть талоны на прием к этим специалистам будут в свободном доступе для каждого пациента через колл-центр или через электронную регистратуру для самостоятельного обращения и записи. Профилактические осмотры также и диспансеризация однозначно уже приостановлены. Но отделения медосмотров по периодическим медицинским осмотрам, по допуску к оружию, при устройстве на работу, они у нас дальше будут продолжаться. Во всех медучреждениях действуют усиленные меры безопасности и профилактики. На входах в каждую поликлинику оборудованы места с антисептическими средствами и термометрами. Обязателен масочный режим и дистанция полтора метра. Все пациенты с симптомами ОРВИ проходят обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию и получают наборы бесплатных лекарств. События, которого ждали не одно десятилетие. Первые автомобили по мосту через реку Пур проедут уже завтра. Сооружение навсегда соединит Красноселькубский, Тазовский и Пуровский районы с основными региональными дорогами. Жители восточной части округа забудут о неудобствах, связанных с распутицей. Перебраться с одного берега на другой можно будет круглый год. Подробности в следующем сюжете. До запуска движения по мосту через реку Пур остались считанные часы. Круглогодичную переправу откроют в пятницу, 16 октября. Особенно этого события ждут жители Пуровского, Тазовского и Красноселькубского районов, которые на протяжении десятков лет испытывали проблемы с переправой в межсезонье. Иногда от этого зависела жизнь. Елена Мартыненко, терапевт со специализацией кардиологии, приехала в поселок Уренгой в 1997 году. На станции скорой помощи не хватало медиков, устроилась. И вот уже 23 года помогает, а порой и спасает жизнь односельчанам. Говорит, и раньше, и сейчас, в период ледоставы или дохода, жители испытывают серьезные проблемы. Это было ужасно, конечно. Эту переправу нужно было на пароме ожидать. Иногда возвращались в отпуск, и мы пять суток стояли, прокосали, чтобы переправиться паром. Перебирались иногда на вездеходах. Это было со стороны смотреть страшно, как это происходило. Поселок Уренгой с населением больше 10 тысяч человек на 2-3 недели лишался надежного сообщения с федеральной сетью автомобильных дорог. Кто-то не мог вернуться домой из отпуска, а кому-то требовалась экстренная высокотехнологичная медицинская помощь в Тракасале или Новом Уренгое. Переправлялись. Но это было настолько энергозатратно и по времени растянуто. То есть, когда там уже определялись какие-то часы, возможно, для своевременной оказания помощи. Паромы перевозились, а все, но это было долго. Самый главный фактор, который определяет жизнь человека, как я думаю, вовремя доставить, вот так, где ему окажут помощь. Особенно тяжело пришлось медикам этой весной. Ирина Костина, заведующая Уренгоиско-районной больницей, рассказывает, всплеск заболеваемости пришелся как раз на период распутицы. Ежедневно пациентов с тяжелыми формами пневмонии и коронавируса нужно было отправлять в Тракасале. Рейсы приходилось делать 2-3 раза в сутки. Мы должны были в отсутствие моста перевезти пациента с соблюдением всех норм противоэпидемических. То есть, мы на своей машине до моста, до переправы довозили пациента. Перевозить пациента на воздушной подушке. Соответственно, дезинфекция подушки и организация этих мероприятий лежала на нас. Это последняя весна, когда врачам и их пациентам пришлось терпеть неудобства. Мост готов. С декабря 2018 года его строительство не останавливалось ни на минуту. Уникальность проекта в том, что переход возведен без единого бюджетного рубля за счет частных инвестиций. Но при этом для ямальцев проезд будет бесплатным. Об этом рассказал губернатор округа на встрече с жителями Пуровского района в августе этого года. Он будет полностью бесплатно для легковых машин. То есть, все жители, которые будут ездить хоть сто раз в день туда-обратно, они ни копейки не заплатят. Будут платить только тяжелые техники, которые едут на месторождение, как и сейчас это происходит фактически, как это к десятилетиям уже происходит. И будут платить в среднем в два раза меньше, чем это происходит сейчас. Чтобы реализовать подобный механизм строительства, была проделана огромная работа. Федеральное законодательство внесли изменения. 16 октября мечта тысяч ямальцев наконец исполнится. Для меня это исполнение мечты, во-первых. Для меня это надежда на будущее, луч света, дорога в будущее. Юлия Лучникова, Антон Иванов. Новости Муравленко. С начала года на Ямале произошло 39 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 9 человек погибли и 52 получили травмы. Автоинспекторы Муравленко в очередной раз напомнили водителям, чем может грозить вождение автомобиля в нетрезвом виде. Анастасия Попова с подробностями. Дорожно-транспортные происшествия с участием нетрезвых водителей приводят к самым серьезным последствиям. В этом году на Ямале по сравнению с прошлым количество пьяных за рулем выросло более чем на 50%. В Муравленко ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, в которых погибли или пострадали люди, допущено не было. Скажите, за рулем употребляете? Нет? Алкоголь? Что-нибудь еще? Всякие вещества непонятные? Нет? Однако в городе было зарегистрировано три аварии по вине пьяных автомобилистов, в которых ущерб причинен только транспортным средствам. Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Муравленко с сотрудниками госавтоинспекции проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение и выявление фактов нетрезвого вождения. В текущем году уже прошло 12 таких мероприятий. Во время проведения рейдов на определенном участке дороги с сотрудниками госавтоинспекции останавливаются транспортные средства, то есть проводится сплошная отработка и остановка автотранспорта. Проверяются документы, и также сотрудники оценивают состояние каждого водителя. Водители Муравленко активно поддерживают профилактические мероприятия по выявлению водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения. Для каждого из них безопасность на дорогах на первом месте. Я сам отец, у меня двое детей. И в итоге я знаю, что пострадают, скорее всего, те, которые самые меньшие. И они все равно не настолько научены бегать по улицам или пересекать эти улицы. А нетрезвый человек – это преступник. Сколько случаев, сколько и рассказывали про знакомых, незнакомых. В пьяном виде попадаются? Да, да. Это, конечно, нехорошо, чтобы потреблять за рублем алкоголь. Почему это плохо? Ну, как почему? Трезвый, много ездить. На Ямале с начала 2020 года произошло 39 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 9 человек погибло, 52 получили травмы. Только в сентябре на ямальских дорогах произошло 5 ДТП, в которых пострадало 8 человек. Автоинспекторы напоминают об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Это влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на полтора-два года. При повторном нарушении следует уже уголовная ответственность до двух лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей, либо 480 часов обязательных работ. Анастасия Попова, Петр Князев, Новости, Муравленко. Муравленковцы задолжали энергетикам более 8 миллионов рублей. Таков общий долг населения перед поставщиком за уже потребленную электрическую энергию. В должниках числятся и юридические лица. К ним энергетики могут применять жесткие меры воздействия. Постановление правительства теперь разрешает ограничивать подачу электроэнергии ранее неотключаемым абонентам, в том числе и соцобъектам, и вводит административную ответственность за препятствия работе контролеров. Для населения порядок отключения электроэнергии остался прежним. При наличии задолженности более двух месяцев подачи электричества в жилье приостанавливается до полного погашения долгов. Сейчас претензионная работа через суд ведется в отношении более 400 потребителей. Что касается собираемости взносов, закап, ремонт многоквартирных домов, город Муравленко остается в лидерах по платежной дисциплине. За 9 месяцев собираемость взносов в городе составила 98%. Несмотря на то, что грибной сезон уже завершен, жители города все еще находят поводы для походов в лес. Отправляясь на рыбалку или просто на прогулку, необходимо позаботиться о том, чтобы развлечение не обернулось трагедией. В этом году спасатели городской службы ЕДДС пять раз выезжали на поисковые работы. С подробностями Ирина Бугрим. Даже для самых опытных поход в лес может обернуться неприятностями. Причем заблудиться возможно, что называется, в трех соснах. Первым делом нужно обязательно сообщить, в какую сторону путешественники направляются. Это можно сделать по телефону 112. Самые популярные среди муравленковцев направления – это район дачного поселка, Сугмотское месторождение и водозабор. В случае, если вы заблудитесь, спасатели будут знать, в каком районе вас искать. За последние два года специалисты городской службы ЕДДС девять раз выезжали на поисково-спасательные работы. Женщина пошла собирать ягоды, клюкву, за сопку. И от сопки это было где-то километров на 5-6 в глубину леса, это на болото. Сломала ногу. Сначала она позвонила своему знакомому, который пришел к ней. Они попытались сами провести ее эвакуацию, не получилось. После этого знакомый пришел в город и обратился к нам. И уже мы на квадроциклах ее вывезли. Своевременное информирование службы 112 – это половина успеха спасательной операции. Также в числе тех, кто должен быть проинформирован о путешествии, должны быть родственники и друзья. Тем, кто собирается отправиться в лес, в обязательном порядке нужно взять с собой заряженный телефон. Лучше потерять девайс, чем жизнь. А по номеру 112 можно дозвониться, даже находясь в тех местах, где связь ловит плохо. Необходимо позвонить оператору службы спасения 112 и спокойно, без паники объяснить всю сложившуюся ситуацию. То есть, соответственно, назвать имя, фамилию, отчество, время, когда вы вышли в лес, сколько вы уже там находитесь, место, куда вы пошли. И, соответственно, состояние вашего здоровья, наличие провианта, наличие одежды, есть ли с вами кто-то еще, есть ли с вами, допустим, из этих людей несовершеннолетние дети. Если телефона все-таки под рукой не оказалось, стоит прислушаться к самому лесу. Природа всегда готова подарить свои подсказки для тех, кто заблудился. Природные подсказки есть. Здесь ручей всегда выведет к реке, то есть нужно идти вниз по течению, река выведет к людям, к городу, к какому-то поселению. То есть, это основной принцип. Также, если в лесу слышны звуки трактора, то есть трактор можно услышать на расстоянии 3-4 километров. Также звуки грузовых машин. У нас кругом здесь месторождение, кругом работает большая грузовая техника, то есть ее очень хорошо слышно. Можно идти на звук. Отнестись серьезно стоит и к выбору одежды. Для похода в лес одеваться стоит только по погоде. Причем цвет хаки под запретом. Нужно надеть на себя куртку как можно ярче. А в рюкзаке у каждого должен быть минимальный набор путешественника. Фонарь, запасные аккумуляторы, компас, свисток, вода и небольшой запас еды. Ирина Бугрим, Сергей Лукович, Новости Муравленко. На Ямале появятся менделеевские классы, где школьники смогут профильно изучать и химию, и физику, а также общаться с лекторами химико-технологического университета имени Менделеева. Подписано трехстороннее соглашение между ВУЗом, Департаментом образования и Корпоративным университетом Сибура. Уже в следующем году в Муравленко-Губкинском, в Ингапуровском откроют корпоративные классы. Добавим, что на Ямале подобная практика шефства уже есть. Дети будут профориентироваться уже со школьной скамьи и целенаправленно выбирать профессию. Проект менделеевские классы направлен на то, чтобы, начиная со школьной скамьи, привить любовь к естественно-научному блоку, дисциплину таким, как химия, математика, физика, привить любовь к этим дисциплинам ребятам. Мы реально понимаем, что любые предлагаемые профильные направления для ребят очень важны, потому что именно такие дополнительные условия помогают самоопределению ребят. Опыт Ямала по поддержке молодых педагогов грантами отметили на федеральном уровне. Практика грантовой поддержки от губернатора округа вошла в топ-5 рейтинга Экспертного института социальных исследований. По решению губернатора Дмитрия Отсюхова, 50 самых талантливых специалистов в области образования получили по 600 тысяч рублей. Это стало итогом конкурса среди учителей, воспитателей, руководителей кружков и секций в возрасте до 30 лет и опытом работы менее одного года. Направить средства они смогут как на личностный рост, так и на развитие учреждения. Мы продолжаем цикл сюжетов о жителях Муравленко, которые своим многолетним и добросовестным трудом способствуют развитию и процветанию города. Сегодня герои нашей рубрики – лица труда, люди, которые обеспечивают бесперебойную работу спецтехники на производстве. Тему продолжит Татьяна Козырь. Автослесарем Анатолий Токарев работает только два года. До этого более 30 лет провёл за баранкой. Большую часть трудился в Муравленковской транспортной компании. Вот я уходил в другие коллективы. Мне что-то здесь как-то роднее, ближе. И люди добрые, все отзывчивые, помогут и советом, и так по житейским вопросам. Мне нравится. Анатолий Токарев признаётся, что специально переходил работать с машины на машину, чтобы изучить как можно больше разной техники. За 30 лет стажа водитель первого класса управлял автобусами, передвижными паровыми установками и вахтовками. Техникой всю жизнь увлекался. С малолетства то велосипеды, то вопеды, то мотоциклы. Ну, машины пошли, машины. Автослесарь по звуку может определить, что беспокоит железного коня. По винтику разобрать и собрать машину или трактор. Но больше всего ему нравится реанимировать двигатели. Потому что это машина мотор, сердце. Вот охота, чтобы он работал чётко и без перебоев. От мастерства автослесаря зависит не просто исправная работа техники, но и безопасность водителя в пути. Поэтому ремонт большегрузов делают вместе. Но большая ответственность лежит всё-таки на мастере. Сложности никакой нет. Ну, ещё новая техника приходит. У них тоже разные сейчас уже усложнённые всё делают. Всё евро-4, евро-3. И уже надо за ними как-то догонять себя. Учимся по ходу работы. Фёдор Гриценко в Муравленковской транспортной компании считается одним из самых опытных работников. На предприятие он пришёл ещё в 16-летнем возрасте. Долго ходил в подмастерьях и постигал азы практически всех ремонтных специальностей. Учеником сюда пришёл. Уже 28 лет я отработал здесь. В моторном цеху двигателя перебирали. В клёпальном цеху, в медицком цеху. Практически ежедневно вулканизаторщику приходится снимать с машин колёса с пробитыми шинами, ремонтировать и возвращать их на место. Вес самого маленького – более 100 килограммов. Но есть и такие, которые весят до полутонны. Вот сейчас перед зимой, перед гололёдом, меняем старую резину на новую. Бывает по шесть колёс, по семь колёс в день делаем. Особенно перед зимой постоянно делаем большой поток шиномонтажа. Удивительно, но тяжёлым свой труд Фёдор Гриценко не считает. Говорит, процесс шиномонтажа почти весь автоматизирован. К тому же коллеги всегда готовы прийти на помощь. Ребята помогают. Мы друг другу всегда помогаем. Есть, если водители помогают. Если тяжело, друг другу всегда помогаем. Фёдор Гриценко признаётся, что даже не заметил, как пролетели эти 28 лет в МТК. На работу всегда шёл с огромным желанием, делал её с любовью. Говорит, научился здесь всем видом ремонта, обрёл надёжных товарищей. И ему ни разу не хотелось что-либо изменить в своей жизни. Татьяна Козырь, Антон Иванов, Новости Муравленко. Призывники 2020 года и их родители могут получить ответы на все интересующие вопросы о призывной кампании этого года. В военной прокуратуре Тюменского гарнизона и военном комиссарете Ямала во время призыва граждан на военную службу 2020 работают консультативный центр и телефон горячей линии. Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам разъяснения законодательства, связанного с прохождением военной службы, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления. Военная прокуратура готова оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав молодых людей. В рейтинге информационной открытости сайт правительства Ямала-Ненецкого автономного округа вошел в пятерку лучших среди субъектов Российской Федерации. Рейтинг составлен автоматизированной информационной системой центра «Инфометр». Эксперты отмечают, что электронные ресурсы позволяют не только повысить эффективность самой власти, но и сделать ее прозрачной по отношению к обществу. Повысить социальную ответственность чиновников, что должно позитивно сказаться на качестве жизни граждан. Добавим, что по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова все органы власти, главы муниципалитетов, руководители департаментов и депутаты имеют свои официальные аккаунты в соцсетях, где жители могут не только подчеркнуть информацию об их деятельности, но и задать вопросы. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова